С началом октября стартовал первый в Дагестане муниципальный конкурс на выявление управленческих кадров «Открытый муниципалитет». Всего за время работы отборочного этапа было принято более 400 резюме соискателей. География конкурса распространилась на более чем 10 регионов страны и стран зарубежья. В полуфинал прошли 233 человека. Участникам второго этапа предстояло пройти тестирование на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства и написание эссе по направлениям после проведения всех отборочных этапов. Участниками финала стали 51 конкурсант. Финальный этап конкурса проводился два дня. В первый день состоялась дискуссионная сессия о ключевых проблемах социально-экономического развития города и семинар-тренинг, на котором финалистов ознакомились с основными принципами управления проектами. Кроме того, участники попробовали свои силы в интеллектуальной игре «Брей-ринг». Таким образом, они убивают мелких насекомых, которые в шерсти живут. И всё? Есть основная причина? Основная причина? Ну, скорее всего, тогда они охлаждают тело. Раз, два. Вот, теперь правильно. То есть, так, деньги привезли до животных. Последний день конкурса была развернута работа ассистмент-центра, на котором прошёл разбор кейсов, деловые игры и групповые сессии. Имена победителей после прохождения всех этапов были утверждены на итоговом совещании экспертного совета. Открывая торжественную церемонию подведения итогов, глава города Хасавюр Дзанюдин Акмазов поблагодарил всех участников, а также экспертов за проведённую работу и отметил, что среди финалистов нет проигравших. Хочу поприветствовать вас всех, присутствующих здесь, на подведение итогов нашего конкурса. Я хочу сказать и поздравить не только победителя, но и всех участников, которые участвовали, начиная с первого этапа и прошли другие этапы, но и тех, кто не прошёл во второй, третий этап. Я желаю им всем успехов в жизни, процветания и благополучия. Спасибо всем и поздравляю всех. Также в мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Корголи Корголеев, депутаты Народного собрания Якуб Умаханов и Ризван Голоев, глава Казбековского района Гаджи Мурат Мусаев, руководители управлений и отделов городской администрации, представители общественности и средств массовой информации города и республики. Якуб Умаханов в приветственном слове отметил, что каждый финалист этого конкурса проявил себя как лидер, который не боится сложностей и готов к решению поставленных задач. Хоть всем не получится победить, сам факт того, что вы подали заявку и пришли сюда на конкурсном отборе выбирать лучшего, говорит о том, что вы все являетесь лидерами, у вас у всех огромный потенциал, возможности для развития. Я хочу пожелать всем удачи, успехов во всем, чего будем делать в своей жизни. Спасибо большое. Мы, чем можем, всячески будем помогать. Вот нам глава города говорит, такие же конкурсы на подобие можно проводить и в каждой организации. Мы и все МФЦ будем проводить, и управление образованием будет проводить, я уже слышал об этом. Также в рамках церемонии подведения итогов был презентован стратегический проект развития города Хасавюрт 2.0. Итак, миссия проекта – самоорганизация снизу и активная обратная связь с населением через вовлечение жителей города Хасавюрт в дела своего дома, микрорайона, города, волонтерскую стратегическую деятельность, проекты, а также кооперацию с малого и среднего бизнесом. Основной целью данного проекта являются три направления. Город должен стать красивым, удобным для повседневной жизни и достойным статуса северной столицы Дагестана. Приятным, интересным, комфортным для отдыха, безопасности для горожан и для гостей города нашего. Городом, где население обеспечит достойный уровень жизни. Из 51 претендента сертификат участника получили 29 финалистов и победителями стали 22 человека. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Завершилось мероприятие концертной программой, организованной творческим коллективом Дворца культуры «Спартак», состоящей из выступления хореографического ансамбля «Эхагор» и детским творческим коллективом «Хрустальные звездочки», а также заслуженных артистов Республики Дагестан. Курбан Гериханов, Пермагомед Пермагомедов. Информационная программа «Пульс».